я вас всех приветствую сразу отвечу на вопрос нет я никуда не исчез а возникли небольшие проблемы со здоровьем я лечусь и буквально через неделю я снова буду с вами и еженедельно буду выходить в эфир как это я делаю обычно сейчас я сделал небольшой такой экстренный выпуск только для того чтобы показать себя сказать что я жив здоров относительно здоров но тем не менее и почти уже скоро собираюсь подключиться к работе так что я смотрю очень много сообщений почему не выходят выпуски но выпуски не выходят только две недели поэтому я не думаю что это большой срок потерпите еще недельку и выпуски будут но коль я на вышел в эфир то хотелось бы сказать несколько слов ну во первых календари еще есть у меня также спрашивают можно ли заказать календари действительно можно и заказать вы можете пройтись по ссылке а которая под в youtube если вы смотрите в ютюбе вот она под этим самым экраном по ссылочке вы можете пройти там вся информация как заказать календарь и что это за календарь все кто не знает и там вы увидите под экраном еще одну такую ссылочку которая я думаю необходимо бы вам они тоже поведать и сказать чтобы вы ею тоже воспользовались значит там вот о чем те кто часто смотрит мои выпуски наверняка помнят о том что несколько лет назад я говорил о том что хотел бы открыть в армении школу азербайджановедов где бы изучая изучая изучался азербайджанский язык этнопсихология этого народа диалекты этого народа диалекта азербайджанского языка ну и так далее и многие тогда меня поддержали но я не знал что эта идея была и у другого одного молодого человека из еревана и я интервью с ним показывал вам то есть мы выходили с ним в эфир сегодня я небольшой кусочек снова поставлю и хотел бы вам напомнить о нем что он создал таки этот эту школу азербайджановедов где достаточно успешно и молодые и может быть не совсем молодые изучают язык причем на таком высшем уровне изучают это психологии этого народа но вы понимаете ты чего не для того что нам интересен их язык армяне вообще сами по себе полиглоты среди армян есть как я узнал носители какого угодно языка даже языка маурии то что там азербайджанского еще какого-то языка и не зря в османской империи и в персинской империи в российской империи армяне слыли толмача не зря этого так вот почему бы нам не поработать толмачами во благо своего же народа тем более что мы находимся в окружении врагов и вы понимаете о чем я говорю каких ребят нужно выпускать для чего нужны эти ребята вот паром мы говорим о том что у азербайджан во азербайджанцев статьи есть такая школа где они изучали историю армении одно ну естественно то что ту ара история армении которые писали не знаю какой у них там армянский язык но во всяком случае видимо неплохой судя по тому что было в арцахе в 2020 году а потому что с их армянским они готовились к войне и обучали ребят свои армянским языком так вот их ребята со своим армянским в арцахскую войну 2020 года здорово поработали устные речи в армянском языке радиоречи что многие армяне даже особо и не осознавали что а это говорят азербайджанцы они сами армяне а еще когда они надевали снятую с убитого армянина или скажем раненого армянина его обмундированию и за в этом обмундировании говоря по армянски естественно все лохо их воспринимали как за свои то есть ну естественно какие-то радиолокационные вещи они тоже перекватывали переводили с армянского языка то есть много есть таких вещей где нужно брать наку например да не то что у них это это такие обыденные вещи во всех войнах такое есть взять великую отечественную войну да сколько у нас было таких прекрасных штирлицев говорящих на немецком языке да и наверняка в германии были тоже говорящие на русском языке то есть такие вещи нужны в армении этого не было сейчас есть школа азербайджановедов пока понятно там все финансируют фонд гейдара ариева у них там нефть и прочее у нас нет нефти у нас нет фонда у нас нет я имею ввиду фонда гейдара ариева или так подобного да у нас нет газа у нас все что есть это наши мозги это наша диаспора и каждый из нас это парой их нефти то есть почему бы нам не помочь этому молодому парню продолжать свою деятельность тем более там очень замечательные успехи поверьте мне я в этом знаю толк давайте вот что сделаем я вам напомню вкратце еще раз об этом интервью а потом вернемся к вопросу а можете даже сейчас перейти по ссылочке опять же вот где календарь под календарем то будет еще одна ссылочка на фейсбук и этот молодой человек вам все расскажет и там же вы узнаете о реквизитах там все на русском языке ну а остальные могут пока посмотреть значит кусочек фрагмента того самого интервью а потом мы вернемся основа в студию центр элси мы основали в прошлом году речь 21 летом основали центр и могу сказать что да на самом деле давно еще до 2001 войны 2020 года у нас была мысль что мы обязательно должны продвигаться вперед в этом направлении потому что прекрасно осознаем что язык врага это очень сильное бессомненно очень сильное оружие в руках и без знаний о враге если ты не знаешь своего врага изнутри о победе можно только мечтать это самый главный фактор который нас привел вот к этой мысли сейчас уже могу с гордостью сказать что мы через три месяца заканчиваем первый курс азербайджанского языка и не могу назвать цифру это секреты мы честно говоря но довольно таки много студентов уже закончат свое образование в элси это огромный ресурс для армении преподаватели насчет преподавателей я спросил где взяли преподавать азербайджанского языка у нас у нас несколько преподавателей которые ну а во первых я могу сказать что в армении сейчас к сожалению очень очень мало азербайджановедов почти всех я сам лично знаю и несколько несколько из них у нас преподают преподают знание у них конечно очень высокого уровня но вы же тоже владеете азербайджанским 21 когда вы его начали учить что вы сейчас разговариваете на этом языке да я азербайджанским владею на этом языке свободно я разговариваю много лет назад я принял решение начать изучать язык своего врага понимая что без этого мы далеко не продвинемся и после этого уже в течение войны мы сами ощутили что это обязательно для всех абсолютно для всех солдат в частности как проходят эти занятия и что еще изучается кроме азербайджанского языка два раза в неделю полтора часа кроме азербайджанского языка наши преподаватели так также преподносит довольно таки глубокие знания связанные с азербайджановедением история столетняя история этого государства культура как вообще создавался этот язык где их корни когда я говорю что мы должны изнутри знать своего врага я имею ввиду и это тоже и обязательно в нашей программе есть и этот отдел тоже без без этого наши уроки не не проходят а ну вот впрочем это я вам и хотел показать а те кто еще не прошел по ссылке опять же вот под этим самым выпуском а пройдите посмотрите там есть все что вам нужно чтобы подключиться а кто-то из вас может быть постоянным спонсором ежемесячным кто-то из вас может хотя бы единоразовым но не забывайте главное каждый из вас смотрящий этот выпуск является баррель вот это вот запомните ну а по поводу выпуска до встречи через неделю жив здоров как я сказал в начале никуда я не исчез буду и снова с интересным материалом до встречи еще раз попрошу не пропустите этот выпуск и воспользуйтесь воспользуйтесь той просьбой которую я сейчас до вас донес эти молодые люди надеются только на вас потому что править на правительство надеется ну сами понимаете сигарь на уважать